Субтитры создавал DimaTorzok 25 лет прошло с той страшной минуты, когда ночной тщетежи раздался взрыв, обнаживший смертоносное чрево ягодного ряда. Мир не знал катастрофы, совершившейся в мирное время, которая могла бы сравниться с тем, что произошло в Чернобыле. Ученые говорят, что урон, причиненный людям и окружающей среде, равен урону, который могли бы нанести 500 бомб, сброшенных на территории России. И трудно сказать, чем бы завершилась эта страшная катастрофа, если бы не люди, в том числе и те, имена которых мы сейчас с молитвами вспоминаем. Их с нами нет, они в вечности, они в Бога. Смерть эта и есть верь в вечности. Люди боятся открывать эту дверь, даже подходить. Потому что жизнь человека, земная, этническая жизнь, связана с этим миром. Но пройти через эту дверь обязан каждый. Потому что без прохождения, через дверь смерти нету вечности. И пройдя через эту дверь, человек предстает перед лицем Божьим. А почему же про одних мы говорим, что их память жива, а другие быстро забывают? Живёт память только о тех, кто оставляет след в жизни живущих людей. Этот след всегда связан с тем, что умерший сделал нечто такое, что важно для людей живущих. И самый яркий след, оставляя и тот, кто душу свою, жизнь свою, отдает задышку. Пожарами и предатами. Ведь все те миллионы людей, которые пострадали от страшного Чернобыльского церкви, от той ни с чем не сравнивали их пострадали. Они оставили след среди наших живущих. Вот именно те имена, о которых мы сегодня молитвенно вспоминали, они жизнью своей дали возможность нам жить. Они защитили нас от огненного чрева, сорванного ядерного яда. 25 лет — это и много, и мало. И то, что сегодня мы собрались здесь, и завтра особо будем вспоминать имена почивших, свидетельствует о том, насколько близки нам люди, жизнью свою положившие в Чернобыль. Имена их вписаны в книги жизни. Они, по слову Божию, несомненно, проявили ту любовь, больше которой нет ничего. А значит, привезли Богу самый великий дар, который только способен привезти человеку. Жизнь свою, гордо нужно любить. И мы склоняемся в благодарной памяти и в искренней и горячей молитве. Пусть Господь всемилостивый прилипит в свои небесные обители и нам дарит верную и спокойную жизнь. Потому что ведь именно ради того, чтобы мы эту жизнь имели, они отдали в Чернобыль свои жизни. Вечная память всем пожарным, педагогам, известным и неизвестным людям, воинам, которые имена мы знаем и помнят. Да упокоить Господь в небесные свои обители и сотворить вечную молитвенную о них память в сердцах наших. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok